Я медицинский психолог, вообще интересуюсь теорией привязанности, но вот получилось так, что здесь есть возможность немножко соединить две темы. Тема семейной психотерапии, семейной психотерапии, теории привязанности. И хотел бы, может, такой большой интерактив. Если не сложно, поднимите руки, кто знаком с теорией привязанности, кто знает, что это такое. Это такая известная психологическая теория, сейчас я немножко о ней расскажу. Она заключается в том, что привязанность — это некоторый биологический инстинкт, который был сформулирован английским психоаналитиком Джоном Болби. И он заключается в том, что ребенок, чтобы выжить, интуитивно тянется к родителю. И это такой биологический инстинкт, в некотором смысле, с которого начинаются все социальные взаимодействия. Соответственно, у новорожденных эта система, необходимая для выживания, направляет к родителю. В тот момент, когда ребенок чувствует боль или дискомфорт, он интуитивно тянется к объекту, ну, прежде всего, к матери. Теория привязанности описывает, как люди в дальнейшем будут реагировать на боль, на дискомфорт, на отвержение и на прочие какие-то психологические и социальные стимулы. Соответственно, поэтому очень важна такая тривиальная мысль — не подвергать ребенка слишком сильно таким современным словам, как неглект, абьюз, пренебрежение, отвержение, сепарация, изоляция. Потому что это определяет то, что Джон Болби называл внутренними рабочими моделями. Человек в дальнейшем будет воспринимать следующие партнерские и дружеские отношения по модели взаимоотношений в семье. Одна из главных категорий, которую содержит теория привязанности — это базовое доверие. То есть ребенок, будучи опекаемым родителем, опекаемым матерью, развивает это базовое доверие к миру и играет, взаимодействует, чувствует себя комфортно, спокойно, удовлетворенно. И это обеспечивает ему нормальное психологическое функционирование. Необходимо, чтобы был как минимум один здоровый контакт, желательно, с матерью, чтобы ребенок вот эту траекторию личностного развития нормально преодолел. Здесь такая небольшая картинка того, как это выглядит. Ребенок чувствует какой-то стресс, тянется к маме, мама его комфортизирует, утешает, успокаивает, и вот он возвращается к игре и к познанию мира. На основе теории привязанности формулируются четыре типа в зависимости от того, как ребенок взаимодействовал с объектом привязанности, прежде всего с мамой, здесь такая ось абсцисс и ординат. Вот по одной — это избегание и тревожность. Соответственно, существует примерно четыре типа по такому логическому квадрату. Это тревожный тип, надежный тип, избегающий и тревожно-избегающий, или амбивалентный, или дезорганизованный. По-разному его называют. Соответственно, нас, наверное, интересуют в большей степени тревожные и тревожно-избегающие, потому что по всем психологическим исследованиям, какие проводились над темой теории привязанности, вот люди, у которых сформируются вот такие модели, как тревожные и тревожно-избегающие, формируют некоторую такую патологическую основу, на которой потом развивается огромное количество психических заболеваний. от невротического спектра до вообще буквально всего, что только есть в МКБ-10. Тревожно-избегающий, самый сложный, это как раз, как правило, следствие тяжелого насилия в семье, когда ребенок не может одновременно быть с матерью, потому что мама, например, страдает алкоголизмом, психическим заболеванием, в тяжелом стрессе. Вот ребенок и хочет быть с мамой, и не может, и вот он в этом бесконечном каком-то цикле приближения, отдаления, избегания и привязанности все время находится. Включу небольшой слайд, чтобы хоть немножко моя тема попадала в общий контекст конференции. Были интересные исследования, вот в количестве 38, о том, что ненадежная привязанность у подростков сильно повышает риск возникновения самых разных форм зависимости. курение, алкоголь, биоиды. Возникла теория, что на нейробиологическом уровне это объясняется тем, что ребенок, он не получает удовлетворительные, нужные ему социальные контакты. А тут важно пояснить, что в теории привязанности считается, что мозг, вот он формировался в социально обогащенной среде, и вообще человека невозможно рассмотреть без социума, что человек это вот как буквально социальное насекомое, и поэтому он так болезненно реагирует на социальные стимулы. Для человека, может, он там ядерный взрыв переживет, а вот пренебрежение, отвержение и психологическое насилие для него это по-настоящему болезненный стимул, потому что они имеют даже большую значимость, чем факторы средовые, потому что у человека существо социальное. Ну вот, если человек не получает достаточной социальной стимуляции позитивной, то он может ее найти в психоактивных веществах. И вот такая теория, что на биологическом уровне мозг, даже такая игра слов привязанности и зависимость. Может быть, на фоне такой недостаточной, небезопасной, какой-то нездоровой привязанности формируется уже совсем нездоровая зависимость. Уже приходя к вопросу о психотерапии, поскольку надо коснуться темы семьи, важно сказать, что привязанность вообще играет очень большую роль вообще в психотерапии. Здесь даже, знаете, такой психотерапии очень много, очень много разных направлений, и это такой бесконечный как бы вопрос, что же объединяет их всех. И вот все психологи ищут какой-то общий терапевтический фактор, что же объединяет психоаналитиков, гипнотерапевтов, не знаю, там, когнитивно-поведенческие специалисты. Все разные, методологии разные, техники разные, теории разные, все разное. Ну, и эффективность по всем данным примерно одинаковая. Ну, там где-то до 60% максимум. И, наверное, претендовать на этот единый фактор в некотором смысле может как раз понятие привязанности. И вот в большинстве моделей психотерапия, оно так или иначе существует. Это рабочий альянс или комплайенс. Вот любого врача можно спросить, и он скажет, в чем главная задача вообще психотерапии? Отлазить комплайенс, чтобы пациент пил лекарства, ходил к психологу, ходил в семейную психотерапию, хоть куда-то ходил, что-то делал. А это можно сделать только если у него есть комплайенс с, хотя бы с каким-то представителем службы охраны психического здоровья. В психоанализе главный действующий механизм – перенос. Клиент приходит, и психоаналитика либо отец, либо любящая мать, и вот он на него переносит и отыгрывает в отношениях свои детские как бы психотравмы. И, по мнению психоаналитиков, не знаю, мы здесь есть психоаналитики, ну, в общем так, сжатый, может, не очень точно, но вот перенос является главным механизмом. То же самое в некоторых направлениях психотерапии – ограниченное родительство или реперентинг, то есть тяжело нарушенного пациента психотерапевт берет в некотором смысле под свое крыло, даруя ему вот это чувство безопасности, надежности, полного такого обволакивающего психологического контакта, потому что только так можно как бы вот донабрать то, что ребенок в силу, там, какого-то дизонтогенеза не набрал. То же самое в юнгианском анализе, да, вот они говорят, что первое, с чем сталкивается человек, приходя в кабинет юнгианского аналитика, это архетипы отца и матери, классический гипноз, раппорт, то есть понятие абсолютного доверия, да, на что похоже. Да, это действительно очень такое вот буквально отношение ребенка и родителя, да, полное подчинение гипнотерапевту. Ну и вот есть даже направление психотерапии, которое основывается на привязанности, вот даже есть такой термин therapeutic bond, да, то есть привязанность к психотерапевту, считается, что, в общем, это такой один из главных механизмов. Ну и существует семейная психотерапия, в России, не знаю, представлена она или нет, мне кажется, у нас в каких-то частях она, естественно, входит как бы в общий набор там семейных систем, интегративной психотерапии. Ну, основная идея здесь такая, что фокус делается не на клиенте, в некотором смысле, не на целях психотерапии, фокус делается исключительно на привязанности и на взаимоотношениях. Вот отношения с терапевтом становятся как бы главным фокусом всей психотерапии. И считается, что если человек развил хотя бы одни отношения, в которых он доверяет, чувствует себя комфортно, безопасно, и эта фигура, в общем, как бы соответствует всему выданному авансу доверия, то это помогает как бы залечить такие вот душевные раны, изменить, дать нужную мотивацию для преодоления каких-то дисфункциональных поведенческих и когнитивных особенностей. Чаще всего она используется при работе с детьми и подростками. Ну, и там довольно такой подробный протокол. Если кто-то захочет поподробнее, можно будет почитать в тесте, я уже не буду занимать время. Ну, в общем, в психотерапии самый главный упор делается на установление доверия в семье. Есть доверие. Если это доверие, в общем, как-то сформулировано, сформировано, ну, значит, дальше психотерапия уже в какой-то технической части пойдет гораздо шустрее, без этого главного, как мне кажется, ключевого звена. Хотя мысль такая как бы тривиальная, такая абсолютно простая школьная истина, потому что без доверия, без привязанности невозможно ничего полезного добиться. Все, у меня осталось ровно 20 секунд. Всем большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! 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 Спасибо за просмотр!